Всем привет! Очередной небольшой видеоролик про коммуникации на остров Генеральский. Уже несколько раз снимал, но люди постоянно спрашивают. Вот установлена станция, установлена она Росс сетями в Саратове и в Энгельсе. Это представительство и морская Волги называется. Они у нас осуществляют подключение к электрическим сетям по госпрограмме. 550 рублей 15 киловатт. Все вот эти электрические опоры, линии, СИП, все это делается за счет Росс сетей. Самим столбы ставить не надо. Я вам рассказал про электроэнергию, далее говорим про газ. Вот, у нас на поселке установлена газораспределительная станция, ГРП так называемая. В этом году ГРП уже запустили в работу. То есть проложена была труба, которая уже несколько лет назад была проложена от трассы. В нее пустили газ. ГРП опрессована, запущена, она уже как бы проверена под давлением. Больше того, подключено одно строение уже по постоянной схеме. С котлом, с счетчиком, с прибором учета, со всем. Это, по сути, как бы пущен первый газ. Люди активно строятся уже весь сезон. Поскольку поселок изначально планировался и проектировался, как жилой поселок круглогодичного проживания. Здесь заложены у нас были хорошие ширины дорог и внутренних проездов. То есть вот, обратите внимание, видно расстояние от забора до забора на противоположной стороне дороги. Они у нас везде идут восемь с половиной девять метров. Это сделано специально, чтобы нормально разъезжались машины. Нормально работала уборочная техника. Зимой снег отваливался нормально, чтобы было комфортно. Еще хотелось бы сказать про перепад высот. Основная плоскость нашего острова относительно уровня реки. Она возвышается на уровне 3-3,5 метра. То есть кажется, что он довольно пологий, а на самом деле есть перепад. Просто он покатый. То есть никаких затоплений, подтоплений, здесь ничего этого не происходит. Вода даже в самый высокий паводок не приближается даже к границам участка. Сделаны все необходимые отступы. Теперь, собственно, про саму воду. Это вот у нас бережок протока. Про систему водоснабжения. В основном, конечно же, ну и собственно это единственный способ. Воду берут люди на полив из речки. Для бытовых целей делаются скважины на уровне 15-17 метров. По опыту уже у нас здесь залегает нормальная вода. Вполне пригодная для бытовых целей. Поэтому самый оптимальный способ это сделать скважину. По средним рыночным ценам у нас по Саратовской области это выходит 30-35 тысяч рублей с обсадной трубой. Но за эту цену уже я отвечать не буду. Это узнавайте у Боровиков. Вот такая вот картинка с коммуникациями.